Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Вот уже 12 день, как попросили создать эту тему. Считай. Вопросы, пожелания и события дня. Задавайте вопросы. То есть, что у нас, какие письма пришли, о чем забота тут была. Вот утром встали мы, как всегда встаем в 4.40, это у нас общее правило. И совершили утреннюю молитву, обязательно чтение псалтыри на русском языке. Вот ко мне, на меня кто нападает, я им советую всем, не трудитесь зря, ничего не получится у вас. Вы сначала 118-й псалом прочитайте, а он весь ко мне относится. И тогда будем разговаривать. А то вы приходите, обуреваемая мирским дымом, пылью. И глаза-то засорило, и ничего не видите. 118-й вот мы читаем, это правило такое. И дальше по порядку псалтырь. 118-й хотя бы, прочитайте. Ну, а для разгона еще и 117-й. Что значит князи? На князи человеческих надеяться бесполезно. Ну, я говорю, ничего не может слышать человек, потому что он где-то там плывет. А когда 118-й псалом прочитаешь, ты скажешь, а что это варьировало так? Слово твое, закон твои, уставы твои, повеления. Давид непрерывно об этом говорил. И где он находил такие слова? Фактически-то одно и то же. 176 стихов, самый большой псалом, целая капизма. И он одно и то же говорит, одно и то же, да, с оттенками. Вот прочитайте его раз, другой. И когда хотя бы раз в сто прочитайте его, а может быть и запомните. Ну, тогда начнем говорить и понимать друг друга. Я говорю, не слышат даже совершенно. Вот привыкла система, люди где-то надеются на человеков. Нигде этого нету. Спасение зависит только от Бога. Человек посередке не может встать, нигде прокладка. Это сатана пытается встать. Да и люди, которые от него действуют. Система, вот иерархия. Иерархия, все это поставлено на месте. Но если все это против идет спасения, дороже всего спасения. Тогда ты должен идти дальше и спрашивать Бога, что теперь дальше делать. Вот нападают и сами не понимают ничего. Ну, наступила революция, где ваша иерархия? Все под нож пошло. Самые большие жертвы принесло православие. Почему? Потому что нигде столько нарушений не было, как здесь. Причину-то искать даже не надо. Будто вы все забутили. И теперь как? Теперь уже 362-й указ Тихона. Каждая епархия может управляться сама. Да так и было всегда. Павел пришел в Рим, а там Петр и что? Его каноническая территория. Ну, просто считаешь и видишь, совершенно мирские люди, невозрожденные, и пытаются перенести, переложить все сюда. Ну, нету, все теперь. А теперь епископа забрали. Кого поминать, не знают. Каждая община отдельно сама руководится. А прощищаться нет причастия. Все кончилось. Это целое поколение умерло без причастия. Что, все в ад пошли? Сегодня такая же обстановка. Гонят под любым предлогом московскую патриархию. Ну, я не хочу. Если ты давишь меня, я уже должен задуматься, а где моя свобода? Моя свобода такая, что мы согласились на признание акта о каноническом общении. Вот скажи, как взбесились. Почему? Да потому что они в этой системе заложены. Он должен патрон выстрелить где-то. Ну, ты видишь, я не хочу. Ну, отступись. Ты узнал. Ну, молись теперь обо мне. О нашей общине. Ну, нет, нет. Он прямо злятся. Поносят. Самое страшное, что начинает угрожать. И материться начинают. И такие ролики выставляют. Я сегодня покажу это все. Это, да сохрани Бог к вам идти. Да сколько есть юридикций, где настоящая иерархия. Это здесь есть и старообрядцы белокринитской иерархии. И новозыпцевская, которых московская патриархия признает. И к ним нет претензий. Есть здесь старостильники греческие. Есть сколько этих, которые остались от соединения. Давили, они ушли в 13 юридикций из зарубежной церкви. Но мы не идем никуда. Почему? Мы как стояли, стоим. Наша сила сидеть спокойно. Дальше Бог усмотрит. Им нужно нас к себе. Так это разве делают? Я не хочу, а я тебя убью. Ну, как мафия. Самая настоящая мафия. А мы хотим вас крышевать. Ну, я не нуждаюсь в этом. Тогда сожгем у тебя магазин. Ну, это банда просто нападает и больше никак. Как Бог сказал, я расслышал. Если я не расслышал, Бог скажет дважды. Дважды. Я все равно расслышать смогу. Учат, сами Библию не прочитали. Не знают, куда применить. Стандартное, шаблонное, как манкуртизированное общество. Это все церковники. Ну, Эстония отошла. Ну, помаленько православные пометались. А все, другая юрисдикция. Это они сами решили. Перешли к греческому. Ну, сколько метались? Нет. Украина так и фальна нет. Любыми путями. Вышибут все оттуда. Потому что так не делают. А если бы вы были, как должно, люди держались за вас. Даже в Африке. Я хочу быть московским патриархатом. А ведь нет этого. Люди шарахиваются. И их не знаешь, где найти теперь где-то. Чуть только слово сказал, как диамид. Готово дело. Зарубленный. Сказал. Ну, высушил. Не так сказал. Что диакон Кураев. Нет. Зарубить. Молитвы против него. Вышибить его с работы в университете. Ну, куда зовете-то к себе? Гляньте на себя. У нас в общину нельзя звать. И причина одна, что люди, придя сюда, могут увидеть в нас не христиан настоящих-то, а так, карикатуру. Вот по какой шкале мы меряем. И дальше ко мне... Ну, все передавали. Теперь нужно вот что делать. Ответы от меня не ждать на своих контактах, одноклассниках, а только на наш... Приходить в форум. Считай. Вопросы, передаваемые мне из контакте, одноклассников, из других ресурсов, администраторами и модераторами, на наш форум. А потом возвращаем ответы к вопрошателям. Теперь видны на нашем видеоканале. Ну, видеоканал я покажу, какой видеоканал, как он называется. Дальше. Во свете Библии открытым окон в теме. Вопросы, пожелания и события дня. Задавайте вопросы. Тем, кто задал вопрос, сегодня задает. Я отвечаю прямо здесь, в этом ролике, в сегодняшнем. А которые вообще вопросы были, задают там. Там есть вопросы, на которые отвечаю. Первая буквально строка. Вот, коротко, что вчера у меня было. То есть, день прошедший. Юрий Соболев. Мир вам, Игнать Тихонович. Мик Домнич, активно изучая православную традицию и точки соприкосновения с его баптизмом, наткнулся на интересное видео, которое и прислал мне. Дальше. Несколько неожиданно было на нем увидеть нашего общего знакомого. Хотя, видео далеко не новое. Возможно, вы его видели. Один в Америке, там, вот он, Виктор звать. И он, не хочу даже назвать фамилию, потому что им это не полезно. Они начинаются злобиться и прям выворачивают их сатана. А меня поносят под фамилию в храмах, в храмах произносят, что вообще запрещено. Ну и что? Ну, он сидит там беседует, ты с баптистом пришел. Куда он пришел? В нем так все баптистское и осталось. Он верит, что секта, это церковь. А зачем пришел-то? Да баптисты по всем параметрам выше православных. Одного не хватает только священства. И он с ними говорит там, ну, говорит-то видно. Я год назад еще смотрел. Наш знакомец откровенно продул эту беседу. А пастор прав почти во всем. Во всем, кроме священства. Вообще тут, конечно, столько работы сравнивать даже не с чем. Надо все ролики по порядку качать, чтобы не пропустить. И не надеяться на память. А если сомневаюсь, скачан или нет, все равно скачать. Многие же ролики я заливала сама. Это другой риск. Это я, оказывается, подсоединил. Не то. Как же верно вы часто говорите, Инатьев Иванович, о том, что каждый стих священописания должен проехаться по человеку. Вы понимаете, проехаться, то есть ты должен пережить. Тогда ты его легко запомнишь. Почему я отсылаю к 118-му псалму? Читайте. Они во мне, эти стихи. Они живут. Я их стараюсь каждый день считать и лобызать. А вы их в глаза, если их не видели, что вы говорите? Ну, одно по-человечески. Дальше. Оставив на нем след. Сегодня на утренней молитве по обыкновению читаю очередной псалом. Читаю по порядку, не выбирая. Псалом 117. И что же? Лучше уповать на Господа. Восьмой стих. Восьмой стих. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека. Девятое. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на князей. Ну, вот это вот наше положение сейчас. Вот они тянут нас. А зачем мы на вас надеемся? А вот у вас иерархия, епископа нет. Да куда он делся, епископ? Никуда он не делся. Мы остаемся верными в РПЦЗ до самой кончины своей. Так они там никак. Ну, это территория они там делают. Это мирская игра. Территория. Территориально здесь не должно быть. А вы зачем в Америке Московский патриархат, когда там православная церковь, американская была, автономная? Зачем лезете везде? Везде. Абсолютно. Финляндская там где-то церковь и там свое. Везде. Даже в православных странах. Везде. Читал ли я это ранее? Читал. Но именно проехался этот стих по мне лишь сегодня. После вчерашних тяжких размышлений и молитв об этой теме. Видите, как просто. Ну, достаточно, чтобы ты вник в это дело. Теперь ты уже понимаешь, что надеяться никак не надо. Вот у нас епископ и спасешь. Да может, епископ тебе никакой пользы не окажет здесь. Откуда ты знаешь-то? Никого из Златоуста говорят так не боюсь, как епископов. Они свергли епископа Златоуста. Главное-то беда от них. Они все ереси-то. Арий кто? Священнослужитель. Несторий кто? Патриарх. От кочегара, от печников, от сторожей-то не было ни одной ереси. Ну, маленько-то надо смотреть. И вот привыкли надеяться на человеков, на князей. Дальше. Ну, показывает где. Славлю Христа за его неизвеченную милость. Это митрополит Иларион Алфеев беседует с протестантом Сергеем Васильевичем. Юрий Соболев. Инать Тихонович, вот как это воспринимать? Как воспринимать? Митрополит в новом выпуске беседует с середиком-сектантом о вреде сек. И молчит все время, когда тот неоднократно именует 50-ников в церкови. Что это вид дипломатии такой? Ведь это обязан христианину православным сказать Тихоновичу, что он вне церкви. Однако, как бальзам на сердце. Примерно с 14.30 минут митрополит Иларион называет синодальный перевод Библии по сей день непревзойденным. Но как быть самой формой такого диалога? А иначе, коль иерарх такое позволяет, то почему бы тогда местным батюшкам не использовать такой формат? Намек на те ролики, что мы с вами обсуждали в скайпе. Видите как? Ну, правильно. Ну, где и как сказать? И задача такая не стоит у них. Они не понимают. Они меня судят, что я где-то с баптистами молился. Я сегодня еще раз поясню. Уже говорил. Ну, вопрос стоит дальше. Что тут, Евгений? Евгений любил. А, ну, это ко мне сегодня пришел человек один. Ну, вот теперь я всем высылаю вот такое. Посмотри, наш сайт. Теперь мой мир. Новый сайт. Видеоканал. Ну, и прочее. Так, я это могу сейчас закрыть, даже убрать. Теперь переходим мы в этот, на наш форум. Вчерашний этот был, я не ответил подробно, потому что не открылось, на что указано. Считай снова. Добрый вечер, Инат Тихонович. Вот, наконец, собрался. Положил начало разбора вашего ролика. Надеюсь, вас не сильно утомит первый выпуск. Качество отротительное. Да и оратор я плохой. Но общий смысл все равно, думаю, будет понятен. Ну, и вот он начинает говорить. Я не знаю, тут фамилия-то указана или нет. Нету. Вот мы... Вот. Вот сегодня... Даже маленький я открою, чтобы показать. Вот оно какое. Амистрат Сергей. Как фамилия-то? Я бы хотел записать это видео, а, возможно, это будет не... Подождите, надо назад. Вот. Вроде бы в глубинке, но... Это... Здравствуйте, дорогие зрители. С вами Страк Сергей. Кто? Страк... Я бы хотел записать это видео, а, возможно, это будет не одно видео, а все это целое. Целое. Они посвящены разбору ролика одного известного человека. Сейчас я вам покажу. Это Игнатий Тихонович Лапкин. Это он там показывает. Он называет себя православным проповедником и миссионером, 50-летним стажем. Проживает Игнатий Тихонович в городе Парнау, на Алтае. Вроде бы в глубинке, но стал известен по всей России, даже за пределами России. У него есть... То есть он показывает ВКонтакте, какие там есть. Я не бываю, а там выставляет где-то. Называет себя вот это... Что называет это? Все знают газеты. Ну и он как осторожно подходит, ему скажет, что ты его признаешь-то? Считает, что правильно говорит. Я вчера посмотрел его ролик. Если бы эти неприятели-то так рассуждали, так по-другому было-то. А они не могут так. Вот стрижка идет, где... Ну, выставляет там, кто у меня работает, модераторы на ВКонтакте, в других системах. Свой канал на Ютубе. Это называется... Видите, как он прямо взял наш православный. Он берет прямо конкретно. Там видеоканал, открытым уроком, просветил Библию. Здесь несколько тысяч роликов у него. Вот... Сколько сказал? Несколько тысяч. Да. Четыре тысячи, видимо, с половиной наших роликов. Добавляем наших. Ни откуда-то перекаченное. Перекаченного ни одного нету. Ни откуда. Малое количество подписчиков. Вообще, у него очень много почитателей. Но также есть и противники. Ага. Вот, к примеру, канал... Обличитель Лапкина. А где как? Недавно, где-то месяц назад, они выпустили ролик. Что там он? Урок Лапкина номер восемь. Как правильно приглашать патриарха. В котором они в достаточно хулиганской форме попытались обличить, наверное, двуличность Лапкина. А Лапкин, в свою очередь, записал видеоразбор этого ролика. Вот он он. Номер три. Прояснение кролику, украденному с моего канала худителями. И вот этот разбор показался мне очень интересным. С той точки зрения, что в нем поднимаются важные вопросы, связанные с драмой духа. Вот поэтому я решил посмотреть ролик Игнатия Тихоновича. И сделать свой разбор. Разбор на разбор. Получается такой разбор разбора. Правильно. Молодец. В следующей вот такой форме я буду проигрывать ролик и останавливать комментарии. Кстати, подобным образом Лапкин поступил. Вот он комментировал в свое время выступление Всеволода Чаплина. Так. Вот я его не знаю. Я говорю это, сижу здесь, кажется, в здравом уме. Друзья, я его никогда не знал. Один раз он зашел, переговорили и все. Я даже сейчас спрашиваю, как Сергей и прочее. Ну, потому людей много. Я просто молюсь о всех, с кем познакомился в интернете. И вот он делает разбор. Зачем ему это надо, я не знаю. Но я благословляю Бога, что находятся такие люди. Он прямо конкретно обращается. Вот ролик, вот против. Вот так и надо. Он и я начал только его слушать, и мое сердце все больше располагается. И он, видно, там понимает, что-то не так, как надо, я сегодня поясню. Но нигде не видно злого умысла. Вот я посмотрел это, откуда его Бог взял. Но это уже, ну, по молитве. Без нас найдутся защитники. Потом разбор будет сделан. Да благословит его Господь Сергея. И дальше он хотел еще ролики делать. Ну, если силы у него будут, одолеть. А я дальше буду пояснения на его ролики уже давать. Таким же образом. Ролик Лапкина, в общем-то, длинный. И я думаю, нужно будет все-таки действительно разбить на несколько серий. Кстати, я общался уже с Игнатом Тихоновичем по поводу его ролика и по поводу того, что там сказано. Выяснил некоторые недоумения. Также узнал о новых аргументах. В общем-то, все это я так попытаюсь учесть. Итак, начнем. Вот посмотрим. Сегодня у нас 31 октября. Новый ролик тут есть. Надлечите Лапкина. Какого Лапкина, не знаю. Ко мне это никак не относится. Я бы желал это принять, но ничего нету. Под именем моим. И оказывается, ролики мои тут. Один настроился на это. Своего ничего нет. Он на мои ролики берет, похищает их, ворует. Ворует. Вор настоящий. И говорит, что это священие. Продибы, люди, сведы, не знаю, есть ли какой он или под его именем. Иногда так бывает. Яромонах такой. А потом нашелся один и говорит, какой ты яромонах. Наркоман проклятый. И он сразу отстал. И больше ровня никогда не лезет. А в самом деле оказалось, что этот человек, за кого такое есть в интернете. У меня нет уверенности, чтобы этот священник мог делать. Но нельзя даже предположить. Всякую неправду тут говорит. Не суразисы просто. Нужно сказать, что Делапкинский ролик, он такой еще не суразный. Хотя сделан по-хулигански, но суть-то и выясна. От ролика пытается путем противопоставления каких-то высказываний Делапкина показать его непоследовательность, двуличие, лицемерие по отношению к патриарху Кирилл. В качестве автора, кстати, Делапкин несколько раз упоминает священника Сергея Дулина. Это священник города Северска. Он одно время очень был горячим почитателем Игнатия Тихоновича. Очень помогал ему, как серьезно. Я почитал на форуме Лапкина их переписку. Вот, сейчас покажу. Вот эта переписка о Игнатии Лапкина и отца Сергия Дудина. Лапкин очень любит такое выкладывание. Он считает, что все переговоры, они должны быть максимально открытыми. Тут шесть страниц, очень много тех-то. Я потратил целый день, разбираясь во всех перипетиях. Там они где-то полгода общались, с конца 2013-го, посередине 2017-го. Интересно было, конечно, наблюдать, как священник постепенно превращается в адепта Лапкина. Зазомбировал. Тут даже такие интересные моменты есть. Например, вот что пишет Игнатий Тихонович отцу Сергию. Не знаю, как вы, а я боюсь за вас, отец Сергий. Я так сроднился с вами. Сроднился с вами. Обратите меня внимание. Ваши сотоварищи попы слопать вас могут. Даже в пост великий. Все делайте благоразумно, изляя их не драконите. А дело свое делайте по Святой Библии и по канонам Вселенской Церкви. Точно и неукоснительно. Никогда нигде не ищите отговорок, самоправдания. Вещи называй своими именами. Струсил, значит, трус. Иного слова не ищите. Налопался лишнего. Обжора. Разгневался. Знаю себе имя на сей день. Ради какой-то выгоды топчет пророческий глаз. Максиме. Ну, кстати, Максим здесь подразумевается Максим Степаненко. Это бывший руководитель миссионерского отдела Томской епархии. Он поставил свое время на всю страну, когда назвал вещи своими именами. По-моему, женщина-деночек назвал нецензурным словом. Сейчас это слово не церковное. А вообще оно пришло из церковнославянского в наш язык. Сейчас подразумевается женщина легкого поведения. За это он был смещен с должности. Но вот Сергей Дудин как раз свел Максим Степаненко с Игнатьевым Латкиным. И сейчас, даже когда Сергей Дудин разорвал отношения, Максим остается одним из апологетов Латкина до сих пор. Чудово же. Вот, а кстати, что пишет... Сейчас вам покажу, что пишет отец Сергей. Я почему-то именно Дух Святой увидел. Распознал его. И мне не важно было, что у вас нет духовного образования и же с ним. Поэтому я и не могу сейчас отречься от вас. Господь держит, не дает. И только сейчас, и далее не смогу. Да, это Бог тому и быть. Игнатьев Латкина. Не дал Господь, однако. И сейчас отец Сергий является одним из главных противников Игнатия Тихонича Латкина. Вот он активно обличает вместе с Виктором Куратовским из зарубежной церкви. Он тоже в прошлом, кстати, был... Ну, симпатизировал учение Латкина. Вот они обличают, как они называют, Лапковщину. Хотя мне это кажется неудачным названием. Правильно, было бы Лапкинщина. Потому что учитель все-таки... Учитель фамилии Лапкин, а не Лапков. Ну, это уж такое. Как назвали, так назвали. Тем не менее, к вот к Атилаповским роликам, насколько мне известно, отец Сергий, он не имеет интересного отношения. Он не руководит процессом. Я с ним списывался лично по этому поводу. Он сказал, что авторы ему известны, вместе с ним советуются иногда. Но о тематике, оформлении не решают сами вопросы. Ну, правда, вот, как он сказал, на несколько роликов ему удалось уговорить теме выкладывать. Ну, видимо, там что-то совсем безобразное. Я не знаю, к чему он не стал объяснять. Так что, так, продолжим. Ставь. И вот урок Лапкина. Ну, нравится, это урок Лапкина. Майора урока нет. Я уроки не преподаю. Друзья, дорогие, как правильно приглашать патриарха? В кавычках. Посмотрим, о чем он это говорит. Комментариев пока никаких нет. Обличитель Лапкина, это Сергей Редудин, из города Север, с Томской епархией. И вот эта глава, как это годится, приличная это. Это он сидит, если только был бы священник, но разве он может этим заниматься, чужой ролик брать? И вот это такая, как назвать это, оформление, или как, я даже не нахожу слов. И обратиться я не могу к нему, его нигде нету, кто он такой, обличитель, откуда он взялся. Но главное, что это мой ролик. Его из разных роликов берет, составляет, и он не понимает, если только на священниках. Неужели так помогут стать священники, которые вообще ничего не понимают? Ни писания, ни канонов, ничего нет. Это говорит какой-то насмешник, хулитель. Вот. Ну, явно, что дело, это не благочестие, не церковное пение. Кто слышит это, он скажет, что это к церкви никак не относится. Это чем он пропитан, если бы это был священник-то? Но я не предполагаю, что есть такие священники, я еще не встречал их. Были всякие там, нивы, пишут неправду, оболгать могут. Но вот это, чтобы устраивать, это первый раз я вижу такое. Урок лапковщины. Какой лапковщины? Про кого он говорит? Будущина эта? Откуда она взялась? И вот эти вопли настраивает на что? Если это священник, почему он это не поставит перед выступлением патриарха, перед выступлением Осипова? Значит, он знает, что он безнаказанный будет. И его свои собратья только одобрят. Тут причина-то одна. Я когда посмотрел, оказывается, я говорил о патриархе, то не говорил я о патриархе, а когда это был смоленский, калининградский метрополит, он по внешне-сторговным делам, и где он как участвует в принятии идола, там глаза... Я сейчас остановлю. Это длинный ролик, там посмотрите, иначе сегодня мы просто не успеем посмотреть. Я ничего не скрываю, ну, понимаете, это он здесь ролик, вы увидите, какой он ролик. Я не делал от Лозана. Лозана не зарядил в интернет. Теперь дальше идем. А, не дальше. Дальше в конце он говорит, здесь самое большое время, большое будет, вот к чему. Представлю. Я могу сейчас даже... Я перекину. Я третий пуль был. Ну, а что, канонизируем, канонизируем, он уже... Это мы находимся в пути за границу. Наша миссия была... Нет, это еще по России было. Доехали мы до Москвы, дальше Тула, и там были. И в это время заехали в Пензу, где я жил когда-то, и жил на квартире у Карповых, и решил их найти. Ну, я еду во все библиотеки, дарю свои 38 книг, которые Господь позволил мне издать, выпустить. Вот. Искали, искали, кое-как нашли молитвенный дом баптистов. Ну, не знаю, это они там в другом месте сейчас находятся. Мы нашли его. И вот зашли, и там сидят. Это не собрание никакое, а просто маленькая комнатка. Это их, видимо, присвятили, я даже не спросил, кто он. И сидят женщины, старенькие, молодые, и сидят... Библию он читает, а они по-своему понимают. И дальше большое... Вот видите, где кнопка находится, это все дальше именно про баптиста будет здесь. Ну, и кто-то вот это вот снимает, я так его не запомнил, Сергей это. И он ничего не добавляет, он просто берет и показывает. Вот они говорят, потом я молюсь, потом они молятся, они нас провожают. Ну, первое. Этот ролик мой, что были у баптистов, мы его составили, ну, как составили, сняли и поставили. Я нигде ничего не делал, ни заголовков, ничего. Значит, отсюда вывод, что в нем я не видел ничего, что будет против меня. А если было против, все равно поставил. Ну, для других, чтобы было понятно, ролик-то мой, я поставил. И поэтому, значит, я видел в нем что-то другое. А что я увидел, Сергей? А он пока ничего не увидел, потому что требуется разъяснение. Он просто показал, это правильно, как есть. А как же канона запрещает молиться? Я недавно отвечал на этот вопрос, когда беседовали, тут же ролик стоит, там Андрусенко и Сергей Козлов. И Сергей Козлов эти вопросы задает, это точно те же самые-то. Что означает молиться? Серитиками, канону запрещают. Как вы это смотрите? Молиться, это значит соглашаться. И я дальше по порядку все это говорю. Если они говорят, там нет Святой Троицы или там еще что-то, моего аминя нет. Если это божественное, правильно, он просит, Господи, благослови Игнатья в путь. Я молился вместе. Значит, мне благословения не надо? Ну, это уже никаким надо быть. Поэтому, если это в обвинение мне ставится, вынесите на разрешение, там, где, я не знаю, где там, какая там система, иерархия там. Ну и скажите, как можно? А я покажу сразу. Вот патриарх, Кирилл, пожалуйста, патриарх Алексей, были где? В армянской церкви, они тоже там до Халкидонской считаются, или после Халкидонской. Вот. Они понимают не так. Копты приезжают у нас здесь, молятся. Копты даже, негры, как они пели, молятся вместе. А уж про католиков говорить не надо. Патриарх Вселенский Варфоломей, и Греция, там и обнимаются, и целуются, и служат вместе. А он в каноническом общении с православными, Кирилл, Алпеев подходят, благословляется у Папы Римского, это все в интернете. Начните с них, потом до меня дойдете. Но они-то, что понимают, им надо соединение, а мне соединения нет. И в аптистам везде я говорю, что они не церковь. Но это первый шаг. Мы только заскочили и уходим, и больше говорить не о чем. А как дальше? А дальше Бог покажет. У меня было такое. У меня опыт, не 50 лет, как тут Сергей говорит, а 53 года опыт. Но Павел говорит, сделал совсем для всех. А с какой целью? Чтобы приобрести некоторых. У меня задача, а у них этой задачи нет. Все, правда, это задача. А теперь я уезжаю, а эти по интернету, а мы отдали визитки, ну так, я вам воображение ваше развиваю, представьте, три человека ищут по интернету, просто ходят, а кто у нас тут был, то фамилию, узнали фамилию, выходят на наш сайт. А теперь показано, что они уже православные. Стоило это или не стоило? Все кончилось. Так у меня сколько таких по стране, которые приходят после первой встречи, они еще не знают, кто это. А дальше Господь так располагает. И чтобы они мне поверили, что я им говорю, я должен вызвать доверие. А что это дает? Ну, просто надо маленько отойти от земли, оторваться. Апостол Павел говорит галатам, если обрезаетесь, остались без Христа, отпали от благодати. Значит, ни под каким видом. Сам берет, Тимофей обрезывает. И Павел говорит, соблюдает даже не весь закон, а сам не соблюдает. И братья ему советуют. Вот тут много иудеев, а тебе наслышались, что ты отвращаешь. Возьми издержки. Тут у нас есть, которые взяли на себя обед. Возьми. И он пошел в храм, зная, что там ему конец. И он пошел, однако. Вместе молятся, а по обету на зарейство остричь волос, он все это делает. Зачем делает? Чтобы приобрести некоторых. У меня это задача. Я подражаю моему Христу, который стал по образу человеческому. Ему это и не надо было. Но стал подобен нам. Как написано, как он плотью и кровью обладает, то сатана на него и напал, чтобы принять удар нанести, а это искупление уже было. Я ничего здесь не сказал. Я поясняю Сергею. Здесь ничего криминального нет. Иначе зачем бы я это выставил-то? Я не считаю это за оплошность. Дальше. Игорь Романов. Фотография. Православная деревня, потеряя в Калтайский край. Это и другие фото взяты с православной формы кисти. Да, то есть это мы выставили. Это батюшка среди ребятишек. Бороду расстелил на ребенка. Видите? Вот батюшкина борода сверху. Сфотографировался. У нас прямо напротив царских врат. Как одеты, девочки, показано все. Да, но это не сегодняшняя фотография. Уже прошли годы. Дальше. Иначе, Игорь Иванович, почему на девочках повойники, кички, одеты? Значит, три воскресенье вопросительных. То есть очень сильно его это трогает, охота узнать. Повойники носят только замужней женщины. Ну вот. Узнал повойники. Ну и только делов. Мы так не считаем. Ну и спрашивается, с какого времени, когда замуж выйдет. Ну она не вышла замуж. И что теперь? Так вы не забывайте, когда говорите о женщинах, там рядом женщина, молящаяся с непокрытой головой, постыжает. А мужчина, молящаяся с покрытой, постыжает. Если вы на девочку так смотрите, как не на женщину, то и на мальчика смотрите не как на мужчину. Он в шапке тогда может стоять. А если не женился, он может до смерти в храме стоять. Вы понимаете, сразу запутались. Поэтому у нас принято так. Родилась она, и в этот первый день надевай на нее платок, как положено. Не как у старообрядцев. Половина волны головы открыта, то есть она не замужняя. Смотрите, кто-нибудь пальцем только засарапал, а она думает, ее приглашают уже. Замуж выскочить? Да нигде этого не было. Жена, жена это женский пол. Тут определенно, четко даже, не то что девочки, не замужние, это выдумали. Вот почему так. Ну тут повойника нет, шапочки, маленькие девочки. А в чем? Чтобы волосы не выходили. Мы не считаем за повойник, а говорится, двойной платок, потому что один она привязывает вот так вниз, здесь вот это, вот сказать, сбоку волосы, чтобы иначе сойдет. А второй так, вот она под булавочку, под булавку. Все, я вам ответил. Потому что у нас атака принято. Дальше. Сельгий Годына. Родной город Симбирск. Вот посмотрите на него. Больше ничего не написано. И дальше пишет. Игнатий, умница ты, мужичок. Смотрел ваши видео про Потеряевку. Понравилось. Но и вопросы возникли. А вопроса ни одного нет. Один вопрос. Я лично. Чем вам интересен? Ну, чем он может быть интересен? Больше ни слова небеса. Смотрю, ничем он мне не интересен. Я его знать не знаю. Как могу интересоваться? Может быть, это человек, который может принести добро, а может быть зло. Я сначала неправильно посчитал. Гордыня. Думаю, аутофамилия. Нет, Гадына. Вот. Ну, вот как первый такой, который вопросов нет. А чем я тебе понравился? Да что тебе? Сахарная баба или кто? Я даже не знаю. Как можешь такой вопрос задать? Я подошел бы первый раз. А я тебе чем понравился? Уже настораживает, и ничем он мне не понравился. Самим вопросом. И я знаю, в дальнейшем ничего у нас с ним не будет. Если так спрашивается, деревня понравилась, вопросы возникли, то это бывает, как правило, бомж или отсидевший где-то. А возьмите меня. Я могу даже жить в коровнике. Еще лучше, я тебе корову доверю. Ну, что придумают-то? Я это, пример, я его не знаю. Говорю, хорошая фотография, все, не знаю. И борода как будто не порчена у него. Ничем он мне не понравился, ничего тут нет. Вопрос такой. Дальше. Вальдемар Цорн. Сотрудник Миссионерского союза «Свет на Востоке». Главный редактор журнала «Вера и жизнь». Член союза журналистов Германии. Да. Дорогой брат Игнатий, с днем Рождества нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Это день радости и торжества детей Божьих, рожденных от Него. В их сердцах мир, так как они люди Его благоволения. Его благоволения. Ну, вот я посмотрел на Него. Ну, в первую очередь, ни одного вопроса нет. Я Его в ответ поздравил с Рождеством. А так как Он рано так поздравляет, у меня мысли, что справляет в Германии по-новому. У нас-то еще две недели на Рождество Христово. Ну что, я Его не знаю. В ответ Я Ему послал все наши данные. Вот где тут. Вот все это есть. Форум, сайт. И что дальше? Это у меня про наш сайт. Ну и, конечно, сказал бы Ему. Вчера один с Германией был. Беседовали мы. Я выставлю ролик потом. Почему без бороды? По стихии мира. Почему он на меня вышел? Тоже я не знаю. Ну, ничего тут особенного нет. Вышел. Вот я что мог ему сказать? Бороду не трогай. Остальное я не знаю. Мне нравится, что он без галстука. Голова закрыта. То есть я в этом деле такой. Все, пока тут больше ничего нет. Чтобы показать наш форум, вот я покажу его. Пожалуйста. Вот он как выглядит. Когда на форум зайдете, вот здесь вот линия, вот под этим внизу, видно, нет, тут идет где-то. Личное сообщение, там вам напишет кто-то, а вот фото, а потом новое сообщение. Вот надо нажать на это. Вот я сейчас нажимаю на него. Нажал. И вот на первой странице вопросы, которые мне задают. Это 319 страниц. Ну, кто ходит в интернет, хотя бы, говорится, редко, он понимает, это огромный-огромный вот этот пункт. Это 1587 тем, тем разных. Ну, а потом, если что-то найти надо, вот здесь по этой же строке вести, вот это вот общий поиск. Общий поиск. Вот нажал я его, общий поиск. В конце почти. Вот сюда вставляй слово. Ну, какое тебе надо? Допустим, вот я сейчас вставляю патриарх. Патриарх. Ну, тут уже понятно, что патриарх. Вот теперь найти. Я нажал. Вот, пожалуйста. Патриарху введение для покаяния в затвор уйти. Вот тема какая. Дальше. Патриарх Кирилл. Что тут? Намерен открыть русские приходы в Африке. Ну, наткнешь только в него. Дальше. Введение для покаяния. Дальше. Где это патриарх? Церковь Христова. В каких темах он? Сон. Про Игнатия и патриарх. Вот я его наткнул. Вот он. О! Это что такое? Ну, он даже может попутно и посмотреть. Сон. Мне пишет один. Ну, это так как одна страница. Вот. А где это тут? Это одна страница? Ну да, первая страница. Вот. Вот. Проситай, что он видит. Ну, раз интерес есть, сейчас подробно попробую, что смогу вспомнить. Как ни странно, на Ползунова 6 все пришли к крестным ходам. С патриархом. Духовенство зашло. А всех мирян куда-то дальше проводили. Я не понял, куда, но дальше по улице Ползунова, к первому дому. И потом они направо там свернули с хоруговыми. А духовенство? Да нет. Сидели все вместе в трапезной. Патриарх там в центре. Игнатий неподалеку от отца Кирилла. От Кирилла? От Кирилла, да. Я понял, что слева к окну. Ну, а духовенство все тут по сторонам. Так вот, понимаете, что если он видел крест, шли с хоругами, то это от Бога на 100%. А если креста не видел, тут под сомнением. Просто сон. Книги со столов убрали, всех рассадили. Речь основная шла о модернизации современного православия. Кирилл во многом был согласен, но подтвердил, что, к сожалению, на реализацию всего этого нужно много времени. Одним днем и даже годом это все не сделаешь. Также Кирилл заметил, что сейчас во многих храмах, которые могут себе это позволить, строятся крестные храмы с бассейнами для полного погружения, крестильные храмы для полного погружения. И это во многом благодаря работе Игнатия Тихоновича в 90-е годы. Каждый с Игнатием спорил, но в сердце многие понимали, что он прав, и результат в этом хоть промежуточный, но достигнут. Так же и с восковыми свечами, на которые Игнатий Тихонович делал и делает упор в храмах Московской Патриархии. Хоть и не 100%, но общая тенденция за последние десятилетия наблюдается. Однако по поводу внешнего вида полного взаимопонимания так и не нашли. Кирилл был согласен в чем-то, но не во всем. Объясняю это тем, что времена меняются. Это действительно так и есть. Они все. Сейчас вот скажите женщинам, чтобы в брюках не были, чтобы не красились, чтобы оделись по форме. Не получится. Храм опустеет, одни бабки там останутся и все. Чтобы мужчины бритые не допускали даже совсем. И не получится, там никого больше не останется. Неизменным лишь остается то, что женщины должны быть с покрытой головой и в юбке. Как покрыто на половину голова, шарфик так забросит и стоит. Ну какое там покрытие? Вы не знаете как. Посмотрите на мусульманок. Пример. Я туда отсылаю. Согласен был так же, что никаких шортов в храме. Ничего, дожились, в трусах пришли. В преддверии лета этот вопрос стоит более остро, заметил патриарх. У нас никаких вопросов не стоит. Нам говорят, ну а вот если у вас женщины приходят в брюках, то вы их выводите из храма? А я говорю, не выводим. А почему? Не выводим. Да потому что мы их не запускаем. У нас специально юбки там есть, платок, подадут, оденут и тогда она обойдет как должно. Дальше. Также обратил внимание, что качество проповеди современных священников не соответствует тому, что должно быть. В этом плане он даже предложил сотрудничество Иоанна Тихоновичу по видео обучение пастыря через интернет. То есть видео лекции с обновлением раз в несколько дней. Заметив также, что те, кто прошли школу Иоанна Тихоновича, многие стали хорошими проповедниками и в некотором смысле даже гордостью для МП. В пример он привел лишь двоих. Отца Геннадия Фаста и отца Григория Яковлева. Засветился полностью только Геннадий Фаст. А Григория Яковлева нельзя было называть, пока его не убили. Теперь мы прямо говорим. В моем доме он пришел, обратился. Из баптистов. Двоюродный племянник Суслова, главного идеолога Советского Союза. Этих он выделил особо. Про одного добавил, что тот пишет книги. Про другого, как мученика за веру. Вскользь упомянул отца Василия Толстенко. Ну, вот он так сказал тогда, бывший сотрудник КГБ. Ну, и просто на раз уже пишут об этом, то не скрывай его уже, ладно. Но на нем внимания не задержал. Иоанн Тихонович критику использовал во время трапезы, но более мягко, чем обычно. То есть не открыто, а словами. Молю Бога, чтобы и далее, что в церкви должно быть и как к примеру. Дальше. Патриарх остался доволен встречей и в завершении, встав, взявшись за посох, сказал свою речь, в которой была мысль, что встреча прошла плодотворнее, чем он даже мог себе представить. Поблагодарил за теплый прием. Лицо его в этот момент выглядело именно так. Видите как. То есть, ну, смотри. Вот видите, как он выглядел. Это пишет человек, за плечами у него два диплома, университеты. Вот такое видел и пишет. Кирилл обратил внимание на мусульманство и на то, как там жестко и четко все выполняется, и как мусульманство развивается. Обратил внимание, что православные есть чему поучиться мусульман. То есть это как раз то, что я говорю. Как я понял, его мысль была в том, что он планирует дальнейшую экспансию православия по странам СНГ, Европы, Африки, Америки. Тут он привел в пример ряд своих поездок. И сказал также, что те, кто в других странах будут принимать православие, они должны видеть для себя Россию как образец для подражания. А сейчас подражать-то и нечему. По этому ситуации в Коране надо поменять, подчеркнул патриарх. А в корне. По этому ситуации в корне надо поменять, подчеркнул патриарх. Во время трапезы несколько раз выступали Игорь Добунов с сестрами и другие из общины, исполняя разные песнопения. Игнатий тоже сказал заключительную речь. И хоть в ней и были обличения, но всем чувствовалось, что они идут по любви к церкви и жажде, чтобы она стала на путь истинный. Патриарх назначил несколько приближенных за активное сотрудничество. По достигнутым вопросам. Среди назначенных были от протеереев до митрополитов. Каким образом все разошлись, я не помню. Я просто проснулся и все. Сон закончился. Вот какие сны у нас видят-то. Ну и дальше. Это по одному только. По одному. Единственное, по одному. Вот открыл по ролику. Ну и сон есть сон, конечно. Вот. Я хочу показать вот у нас православное видео. И вот эти как беседы идут. Вчерашняя беседа. Вот она выставлена уже. Вот она. Десять. Одиннадцатый. Дальше. У нас вот наш мой мир. Вот смотрите, мой мир. Заглядите ли Игнатий Лапкин. Другого нету во всем интернете. Игнатий Лапкин нету нигде. Ни ВКонтакте, нигде я один. А других заложишь там Кузнецова. 140 тысяч. Попробуй найди. Называть-то не хотят по календарю. Интересно. У нас на Алтае дома стоят старые. Тут был такой промышленник. Там золото добывали, руду. Демидов. Ну и что Демидов? Ничего нет. Но имя-то какое? Акинфий. Да сейчас во всей стране я не знаю, Акинфия найдешь или не найдешь. Акинфий. Ну понимаете, что какие были имена? Вот у которой женщина 11 детей было, все погибли на фронте, солдаты с мужем. Ей памятник поставили. Какое имя ей? Ну Елена Е. И стоит Е. Ну я думаю, что это за Елена? Ну там это еще и в праксе. А это эпистемия. Вот имена-то какие были-то. Вот у меня у жены, у нее мать Агриппина Евсеевна. Агриппина. Найди сейчас. Евсеевна. Ну понимаете, какое звучание. Отец Фадеевич. Василий Фадеевич. Ну просто попутно это сказать. Так. Лишнее время не захватить. Ну немножко из прошлых. Давай, прочитай. Из прошлых. Это в 13-м году у меня переписка была, я перенес из моего мира вот сюда, на форум. Откуда? А, отсюда. Вот это. Светлана Хмелева. Здравствуйте. С радостом вас. Хочу попросить молитву за меня. У вас. Болею постоянно. Антибиотики часто очень. Редко очень бываю в храме. Как-то жуткая лень. Но в душе страдаю, что жизнь у меня не христианская. Рисую, и как-то сильно я привязан к живописи. Мне кажется, уже от лукавого. Потому что очень редко, когда могу порисовать из-за этого творческие мучения. И вообще, размышляя о таланте, зачем он дан? Для гордости. Фотографии мне ваши нравятся. Теплые и душевные. Видите, как? То есть, ну не все понимают Алла-Лас, там смотрели сегодня, против. Ну люди какие? Татьяна. Я попутно хотел сказать. Позвонил, возили меня позавчера по больным, по больницам. Наши сестры в разных... Краевая больница в одном месте, а кардиология в другом. Ну и сестра одна, Татьяна Муха, приехала, забрала нас с женой. Мы поехали больных попроведывать, узнать где-то. Едем дорогой, звонок с городской администрации. Ну тут-то я живу не один день. Но ясное дело, я себя в Барнаульске. Еще и в техникуме тут учился когда. Вот, Игнатий Тихонович, чтобы зашли, забрали поздравления с Рождеством. Поближе покажи, какое нашли письмо. Мне просто интересно, вот эта эмблема Барнаула. Вот она вверху какая. Ну и вот оно какое, видите, тут видно, нет, отсвечивает, наверное. С Новым Годом и Рождеством. На, вот ты читай, а ты ему покажи. Покажи. Уважаемый Игнатий Тихонович, примите сердечное поздравление с Новым Годом и светлым праздником Рождества Христова. Эти праздники объединяют нас в главных чувствах. Любви к родителям, детям, своему дому, любимому городу Барнаулу. Пусть 2016 год принесет в каждый дом счастье, добро и благополучие. Откроет новые горизонты, оправдает самые смелые надежды. От наших общих усилий зависит, чтобы он стал годом плодотворного созидания и добрых перемен. Пусть наш город развивается и становится еще краше. Желаю вам крепкого здоровья, удачи во всех начинаниях и прекрасного новогоднего настроения. С уважением, первый заместитель главы администрации города и руководитель аппарата П.Д. Фризин. Это Петр. Он сотрудник краевого управления милиции и прочее. Ну вот я показал. Вот те, которые пишут, которые в глаза никогда не видят. Даже по одному этому поздравлению, можете узнать, что поздравления посылаются не всем. Они те годы приезжали ко мне на дом, звонили и приезжали прямо домой. Ну и я очень, как бы сказать, стеснялся и стал говорить, не надо, мы лучше позвоните, мы придем. Представьте, на машине, и вам ехать, приедете, меня дома нет, а им нужно лично. И вчера вот вы выходили. Да, с Никитана. Какой кабинет? Двенадцатый. Двенадцатый кабинет. Ну, маленько прочитай и все здесь. Татьяна Войдилова. Это точно. От таких цен макушка зачешется. Игла. Вы ничего не читали и не видели, и солгали на свою грешную душу. Я ведь только вчера лично ответил на 55 запросов и послал большие материалы. То есть она чем-то упрекала там где-то, ну а я вот такой ответ даю. Алена Архипова. Виктор Забара. С Новым Годом и Рождеством. Как всякому человеку мне было интересно посмотреть и почитать о вашей деревне и общине. Тем более я уже слышал о вас. Даже было желание увидеть все своими глазами. Но эта затея угасла. У меня уже даже появилось недоверие к служителям церкви. Так как они стали походить на обычные коммерческие структуры. Больше всего грязи в политике. А затем в коммерции. Относительно чистые души встречаются редко. И то только среди простолюдия. Я много читал о вере разных направлений. Некоторые из них изучал. Изучал философию, психологию, парапсихологию и так далее. Работал в этой области. Человек глуп и невежествен. Он даже не способен управлять своим телом. Не говоря об эмоциях. И тем более о своем духовном мире. А ведь это так просто. Этой слабостью пользуются сильные мира сего. Я церковь не посещаю, не молюсь. И не выполняю ритуалов. Но считаю себя глубоко верующим и понимающим. Я не приемлю слепой веры. Я понимаю провал в человеческом сознании. И принимаю. Так, белая. Ну-ка, отойди дальше. Такое, какая есть. Поэтому большую часть человеческих чудачеств не отрицаю. Поддерживаю. К вашей общине отношусь теплом. Надеюсь на дружеские отношения. Конного Ольга. Спасибо. Ни в одной цивилизованной стране не могут додуматься до платных туалетов. Только в России. Ванька Русский очень любит своего брата. Поэтому платит за туалет. Да. Ну, дальше. Михаил Кальмаев. Попрессия. Ну, тут поздравления только. Еще слово немножко просчитать. На этом все. Михаил Кальмаев. Инать Тихонович. Мир вам с Рождеством и Господа нашего Иисуса Христа. Ну, даже поклону это не нужно. И дальше. И без прикословно. Великая благочестия тайна. Бог явился во плоти. Нет ничего более лучшее, чем Слово Божие. Это настоящее счастье. Поучаться в законе Божьем. Как нам было хорошо вместе. И с какой радостью мы расстались с миром внутри себя. Удивительно, как благотворно Слово Божие воздействует на души. С верой принимающих Его Слово. И как тяжело смотреть на тех, кто не хочет. И отвергает этот самый настоящий бальзам. Лечащий душу. Спаси Христос Васильевна Тихонович за проповеди. Не перестаю удивляться ими. Ну, все пока на этом. Потом у нас уже за час прошло. Вот на сегодня. Последние какие были известия. Вот ролики я поставил сегодня. Вот открою. Сегодня я поставил что? Вот, посчитай. Какой ролик? Вопрос номер одиннадцатый. Одиннадцатый номер, который сейчас идет. Сколько время идет? Час ноль пять. Так. Дальше поставил занятия. Сколько идут занятия, которые были в храме прошлого воскресенья? Час двадцать три. Так. Еще что? Давид Чеменадзе. Как жить дальше? Сколько? Двадцать восемь минут. Дальше. Евгений Израиль. Сколько? Час, две минуты. Это за один день столько поставлено. На один день. Так еще вечером поставлю еще два стихотворения. Каждый день два своих стихотворения. Вот они выставляются. Ну понятно, что те, которые что-то не согласны, а у них ничего нигде нету. Но они и будут. Вот они были адептами Лапкина. То есть молились за них. А теперь меня нигде не было. Я был в деревне. Они в это время переменились. За Котовы переменились. Не я. А такое было. Было. И Давид об этом говорил. Ходили вместе в храм Божий. Разделяли искренние беседы. И теперь сделали с врагами. Ничего более тяжелого нету. Для меня нет больше радости, говорит Иоанн Богослов. Как слышать там и видеть, что дети мои ходят в истине. И для человека, через которого кто-то обращается, нет больше печали, как видеть, как он пошел в другую сторону. Вот и все. Почему они вдруг были такой, там, Скоратовский, Дудин, а теперь против? Очень просто. Они увидели, что просто так тянуть со знакомства никак. Тут они видят деревню. 21 тысяча деревень исчезли. 21 тысяча. А мы единственные, которые взяли за это дело и с нуля получили статус, получить землю. И главное людей, чтобы люди были согласны. Пусть даже маленькие. Нету пока. Просто где-то строятся. Это есть. Но чтобы у нас, может, там поселители подать заявление, что доказать, что он не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Ну а дальше все наши правила, устав. У них нет этого. Ты создай лагерь. Создай. Именно не просто детей пошли в лагерь. Создай. Как спорил, тут я помню, к барьеру там. Правда, они к барьеру стояли. Жириновский и Алла Борисовна. А там Владимир Вольфович. Ну она что-то начала. Вы всегда такой хам. Это у вас природно или вы что здесь-то? А дальше он сорвался, как всегда, и попер. Да вы, пивычки, под кем только не ложились. А вот ты там кричишь громко, там. Мне тоже эти упреки. Он говорит, да. Дескать, ко мне под язык не залазьте. Я организовал партию ЛДПР, какая есть. И показывает, кто вы, что создали. Тихо говорил, тихо Сталин говорил. 66 миллионов голов отрубили. Тихуша был. И дальше поясняет, кто были тихуши. А я такой, как есть. Нравится, не нравится. Он не сказал, что не нравится, так я тебе закос это от Валтузи. Обзабор шваркну раза два. Никакой Киркоров не поможет, ни Галкин. Ну и все. Ну он ее разнес, говорит, по кочкам-то. Понимаете как? Он такой, какой есть. Ну, я говорю громко. Я разговариваю, рядом сидит, что я ему не кричу. Просто у меня такой голос. Благословен Господь. Кошки меня любят и такого. Кошки меня любят. У нас маленький был Иосиф, который в Потеряевке. А ему было пять лет. И что-то его обидели. Обидели там. Человек один из плохо слышит, а он еще что-то задавал, ему не слышал. Да, дайди ты. А нам привезли щенка. Из мешка его вывалили. А как его назвать? Назвали Карай. Карай это как бы военный. Ну, я слепил с латышским словом так. И он со щенком был и обидел его. И он плакал. И никто меня не любит. Я говорю, Ося, Карай тебя любит. Вот караек этого щенка сел, гладит. Карай меня любит. Карай любит. Да нужно, чтобы кто-то любил тебя. Все на этом, конец. Спасибо. Спасибо. Спасибо.